Кто владеет информацией, тот точно знает, ждать троллейбус или нет. Неравнодушные ивановцы устанавливают на остановках общественного транспорта народное расписание, в котором указано не только время прибытия конкретного троллейбуса на конкретную остановку, но даже рейсы, которые следуют в депо. Ориентироваться в таком расписании легко и просто. Средственные установки таких аншлагов собирают всем миром. Только в этом году пассажиры перечислили 16 тысяч рублей. На эти деньги установили 23 информационные таблички в разных частях города. Я считаю изначально, что это неправильно, когда простые граждане собирают деньги на то, чтобы распечатать эти таблички для транспорта, собственником которого является администрация. Но увидев группу ВКонтакте, где ребята занимаются такой общественной работой, я не смогла пройти мимо и постаралась хоть как-то помочь этому делу. Потому что я считаю, что троллейбусы – это нужный Иванову транспорт. Инициаторы проекта надеются, что благодаря общим усилиям удастся сделать экологичный транспорт более популярным, а значит и сохранить Ивановские троллейбусы. Первая табличка была установлена еще год назад, и с тех пор активисты еще больше укрепились во мнении, что их нужно делать как можно больше. У нас чиновники только слова говорят, что нужно помогать общественному транспорту, муниципальному. А по факту никаких действий вообще нет. Нужно не откладывать на завтра, на послезавтра, а делать что-то здесь и сейчас. Что, собственно говоря, мы взяли в свои руки инициативу. Владимир рассказывает, что развешивать свое народное расписание на остановках сподвигли непонятные пластиковые аншлаги, которые установила городская администрация. Здесь вместо четких данных указаны только временные интервалы. По мнению активистов, это выброшенное ветер следства. Народное расписание более чем понятное. К тому же эти таблички гораздо долговечнее пластиковых аналогов, установленных за бюджетные деньги. Они сделаны из композита, смесь алюминия с пластиком, антивандальный вариант. И если какие-то изменения вдруг будут, что вряд ли, это все можно заменить, просто переклеить пленку. В городской администрации, с одной стороны, не против такой инициативы, а с другой считают не лишним напомнить. Если установленные таблички не будут соответствовать ряду требований, их придется снять. Как один из наболевших вопросов, в частности, на этих аншлагах запрещено размещение рекламы, как и на остановках общественного транспорта в целом. Поэтому у нас в управлении благоустройства постоянно проводят мероприятия по очистке павильонов остановок общественного транспорта от этой рекламы. Если на этих установленных самостоятельно аншлагах будет обнаружена реклама, которая не отдельно на ней установлена, на этом аншлаге, а является его составной частью, то будет демонтирован весь аншлаг. Как пояснили нам администрации, официальные аншлаги на остановках начали устанавливать в 2012-м. Более сотни штук ежегодно. В планах мэрии эту работу продолжать. Что касается вопроса, насколько информативные аншлаги установлены за казенный счет, то городские власти готовы обсудить его с Владимиром Батурином при личной встрече. Любовь Почерникова, Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.